Приветствую вас. И первое, о чем вам хочется сказать, это то, что если в отношениях наблюдаются подобные качели, то есть человек с первого пишет одно и говорит одно, потом человек уже пишет другое и говорит другое. Это означает, что в отношениях наступил определенный привив, и в общем-то это означает, что человек уже сам не очень понимает, что хочет он быть, например, с вами и так далее, но при этом есть нечто, что его удерживает, допустим, с вами в отношениях. Это могут быть обязательства, это может быть чувство долга, чувство вины, вот, вся такая вот история. И поэтому в каких случаях рекомендуется сделать перерыв в отношениях. В какое-то время, недолго, недолго, безусловно, да, то есть, ну, там, может быть, от нескольких дней до пары недель, просто дать человеку отдохнуть под вас, например, чтобы он успел соскучиться, чтобы он успел понять, как ему без вас сложно, как ему без вас тяжело, либо наоборот, вот, либо наоборот, да, принять, что вы уже не так сильно ему нужны, ему нужны. Вот. А вам, в свою очередь, необходимо, опять же, для себя определить, выделить, выявить, зачем вы хотите быть в этом человеке? Для чего? Почему? То есть, вы говорите, что меня это подкачает. То есть, имеет место быть, что? Определенная жертвенность. То есть, вы жертвуете, как бы, вы жертвуете собой, своими силами, своими ресурсами, да, своим здоровьем, может быть, даже своими нервами вы жертвуете ради того, чтобы быть этим человеком. Соответственно, вам что-то от него очень сильно нужно. И вот вопрос заключается в том, что именно. Что именно вам нужно от него, от человека, что вы так много сил прикладываете для того, чтобы с ним оставаться и, значит, ну, не расставаться, да, то есть, сохранить отношения. Вот. Подумать можно, для чего вам это? Зачем вам это? Вот. Какую цель преследовать? Там, ну и так далее. Вот. И, исходя из этого, немножечко подкорректировать свое поведение. То есть, сделать его в какой-то степени более независимым, скажем так. Это не является чем-то плохим, заметьте, пожалуйста. Но в процессе, в процессе взаимоотношений между людьми, человек очень часто привыкает к другому и начинает перевешивать на другого свои какие-то, ну, обязанности, свою какую-то ответственность. Вот. И так далее. И это не есть хорошо. Не есть это хорошо ни для вас, не есть это хорошо ни для другого человека. Вообще ни для кого это нехорошо. Потому что вам это только вредит, вы страдаете. А другому человеку это тоже в всякости, потому что ему тяжело-тяжело, сложно и так далее. Вот. Ну, то есть, он вот, например, ваш партнер, да, он, вроде бы и хочет сами быть, вроде бы и хочет быть сами, но в то же время, в то же время, ага, и что-то не устраивает. Понятно, что я не знаю, что именно не устраивает. Понятно, что это вам нужно разбирать. Что именно, ну, что именно не устраивает, что именно тяжело, что именно не так, какие именно желания реализуются неверно. Неверно, например. Все это, действительно, нужно, нужно как-то разбирать. Вот. Но, вы этого не сделаете так, вот таким образом. Понимаете? Вы этого не сделаете именно так. Потому что здесь нужен анализ. Анализ эмоций, анализ чувств, анализ отношений. Все вот это вот нужно. Так вот, можно сказать, в виде постоянных инцидентов, конфликтов, ссор, скандалов, криков. Другов принижений, себя и партнеров. Вот. Вот, если вы этого не хотите, а я уверен, что вы этого не хотите, потому что, ну, иначе вы бы не задавали этот вопрос, для себя, если вы этого не хотите, для себя, для твоего партнера, вот, то, соответственно, нужно что-то делать. Чтобы предпринимать, вот, и первоначально, в любом случае, да, отлич идет о неком отдалении, вот, просто опять же, потому что это единственный способ для вас, для вашего партнера, как-то вот прийти в норму немножечко, как-то вот восстановиться, выйти из этого сценария, да, постоянного негативного сценария, который вот у вас имеет, вот, такой отрицательный сценарий, да, наш, ну, отрицательный сценарий негативного поведения, скажем так. И вы сами для себя постарайтесь тоже подумать вот о чем. А что вы хотели бы для своего партнера? Вот. И что вы хотите для него? Чтобы он был с вами? Обязательно. Только с вами. И все. Или вы хотите, чтобы он был счастлив. А это все-таки уже немножко, ну, чуть-чуть, да, это чуть-чуть другое. То есть, если вы хотите, чтобы партнер был счастлив, то для этого нужны конкретные действия. А если вы хотите, чтобы партнер был с вами, то это уже, скорее, скорее, такая немного эгоистичная позиция. Но в ней нет ничего, ничего дурного в этой эгоистичной позиции на самом деле. В этой позиции есть только ваши желания, которые пока скрыты, возможно, от вас даже, по-моему, они скрыты. Вот. Но их можно найти и придумать, как правильно реализовать так, чтобы и партнера вашего сохранить, не обтолкнуть, не отдалить от вас. Чтобы он остался с вами, да, чтобы никуда не делся. И чтобы вы были счастливы и гармоничны сами с собой. Это ведь тоже очень важный такой момент. Надеюсь, вы все это понимаете. Вот. Поэтому, поэтому. Первое. В какого момента у вас началась каша? Когда вы стали друг от друга требовать каких-то обязательств, да, каких-то оснований, каких-то реализаций ваших желаний, ваших потребностей, да? Вот. Когда? В какого момента вы начали это делать? Чего вы хотите? Конкретно вы. Почему? Опять же, конкретно вас, как вы говорите, истощает эта ситуация? Как она конкретно задевает вас? Ну, ваш любимый человек, да, он переживает, например, не самые лучшие времена, допустим. Вот. И получается, что вы его вот в этом, да, не поддерживаете. Ему тяжело, а вы как бы выгнете свою линию. Почему так? Опять же, вас ведь что-то заставляет так себя вести. Вас же что-то заставляет так себя позиционировать. И, что самое интересное, ведь когда-то, когда-то было по-другому, правильно? Когда-то у вас было все хорошо. Вот подумайте, с чего начались ухудшения ваших отношений? Были ли какие-то события, которые повлияли на вас? Были ли какие-то конфликты, которые, опять же, повлияли на вас? Были ли какие-то, ну, может быть, недоговоренности, недопонимания между вами? Ну, может же ведь такое быть, правильно? Может быть, такое. И, как бы, вопрос заключается в том, что именно? Что именно из себя представляет вот эта вот ситуация? Вся в целом. Потому что, как правило, как правило, каша – это просто-напросто низкий уровень эмоционального интеллекта. То есть, человек, если вам так пишет, да, если она говорит, что то люблю, то не люблю, да, то это означает, что у нее это на что-то влияет. То есть, что-то влияет на ее чувства, на ее восприятие вас. Какие-то обстоятельства, какие-то ситуации, какие-то проблемы, может быть, какие-то дела, может быть, какие-то люди, может быть, еще что-то. Понимаете? Сомнения, может быть, в чем-то есть у нее. Опять же. Вам, как более, может быть, осознающему себя партнеру, как более осознающему себя, нужно взять дело в свои руки и направить отношения. Потому что сейчас вы как бы оба находитесь в такой детской позиции. Она находится в детской позиции, и вы находитесь тоже в детской позиции. Она говорит, что я вот то люблю, то не люблю. И вы тоже говорите, меня это опостожает, я вот не знаю, что делать. Ну и что получается, что вы по сути ничем не отличаетесь друг от друга. Вот. Разве это хорошо? Разве это здорово? Разве это полезно для ваших отношений? Я так не думаю. А значит, сперва нужно заботиться о себе, сперва нужно самой, ну, желательно сперва самой выйти из состояния такого вот, состояния зависимости, состояния претензий, состояния обид на вашего партнера. А в общем, потом думайте о том, как вашему партнеру можно помочь и что можно для него сделать. Вот так, я думаю, можно вам ответить на ваш вопрос. Да, по тексту не совсем понятно, к кому вы обращаетесь. То есть, вы приложили фотографию, фотографию зачем-то. Вот, психологии, в принципе, это не нужно. Соответственно, если вы ожидали помощи эзотериков, да, то есть, вот, хотели эзотерическую помощь, то, соответственно, здесь я бы рекомендовал вам обратиться в раздел эзотерики. Там вам дадут соответствующий ответ на вашу проблему, да, уже с точки зрения уже со стороны, с позиции именно эзотериков, так как они это понимают. Ну, просто мало ли, может быть, вы не к психологам обращаетесь, да, а к эзотерикам, потому что именно для психологического запроса у вас довольно мало текста, довольно мало информации о вас. Вот, а поскольку психолог, он все-таки в первую очередь анализирует полученную информацию, да, вот, то именно в этом плане, в, ну, психологическом плане вам помочь довольно сложно представляется сейчас, на данный момент. Вот, а если у вас остались вопросы именно ко мне, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим, желаю вам всего самого доброго и удачи.